В день представления преподобного Сергия Игумена Радонежского в Сея России Чудотворца Святейший Патриарх Московский и в Сея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в Свято-Троицкой Сергии в Лавре. Предстоятель Русской Православной Церкви также возвел в Сан-Митрополита архиепископа Вятского и Слободского Марка. Великий русский святой, Игумен земли русской, духовный вдохновитель победы над Мамаем, особенно любим в православном народе. На его праздники в Древний Монастырь собираются тысячи паломников. На патриаршей службе по традиции участвует множество архиереев, выпускников Московской Духовной Академии, расположенной в Лавре. В этот праздничный день Святейший Патриарх Кирилл возвел в Сан-Митрополита архиепископа Вятского и Слободского Марка. С этого дня глава новообразовыми Вятской Митрополии продолжит архипастерские труды в новом качестве. В связи с назначением вас главой Вятской Митрополии, определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 4 октября сего года, вы возводитесь в Сан-Митрополита. Аксиос! Знаменитая русская лавра ведет свою историю с 1337 года. Именно в это время преподобный Сергий поставил в глухом лесу одинокую келью и предался молитвам. Затем, привлеченные благодатью, к нему стали стекаться люди. Впоследствии вокруг монастыря вырос целый город Сергиев Посад. Спустя шесть столетий множество верующих собираются здесь и сегодня. Людям не страшен ни холод, ни осень, ни ливень. После литургии на праздничный молебен преподобному Сергию Радонежскому собрались тысячи мирян. Каждый раз, когда мы приезжаем в Лавру, мы соприкоснаемся не только с историей нашего Отечества. Мы соприкасаемся с его духовными истоками. Одним из таких истоков был духовный подвиг святаго преподобного Сергия Радонежского. Подвиг всегда требует отдачи себя во имя ближних и дальних, во имя решения многих дел земных и небесных, но требует отдачи человека. Подвиг есть некое сораспятие Христу. И вот с этого подвига началась жизнь преподобного Сергия, и он возрастал от силы к силе. И является для нас великим примером того, что если мы хотим жить так, как Господь нам повелел, если хотим следовать великим угодникам Божиим, то должны научиться совершать подвиг. Церкви и храмы в честь Сергия Радонежского есть во всем мире. Его именем назван единственный богословский институт русского зарубежья. Преподобный Сергий почитается как святой даже в других христианских конфессиях. В английской церкви чтят его и католики в Восточной Европе. В 2014 году Россия будет отмечать 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. Редактор субтитров А.Семкин